Наталья Платонова Наталья Платонова Наталья Платонова Лампочки в доме часто разлетаются на мелкие осколки. Мама пятерых детей готовит на печке. Денег на плиту и новый чайник нет. Да и где гарантия, что техника снова не сгорит. Ведь такой сильный скачок напряжения уже четвертый по счету. Мы писали в прокуратуру. Нам пришел ответ, что не может такого быть. Было все нормально. Нигде ничем не доказано. В подобной ситуации соседи по улице. Найти концы по чьей вине произошло ЧП и кто будет возмещать убытки сельчане не могут. Из-за резких скачков напряжения в домах по улице Новая сгорели десятки бытовых электроприборов. Жильцы говорят, что напряжение в сети достигало свыше 300 вольт. Вместо положенных 220. Сумма ущерба по оценкам жильцов идет на десятки тысяч. Когда все погорело, вызвали электриков. Ночью мы звонили, никто даже там занято. Никто не явился. А днем они приехали. Когда приехали, вот Любовь Викторовна пошла, нам сообщили, что надо от них утверждение за погоревшее, чтобы уплотили. Они нам не дали эту бумагу. И с нами даже разговаривать не стали. Люди говорят, обращались в различные инстанции. В августе электрики даже меняли провода. Но возмещать ущерб от скачков напряжения энергетики не собираются. В энергокомпании поясняют. Вините тех, кто незаконно подключается к линиям. Никто к нам ни одной жалобы не поступал. Вы первые за нам сообщаете. Это было летом, когда производили набросы на провода. Ищали электроэнергию, накидывали. И за жители молча смотрели на это. Вернуть деньги за испорченную технику люди уже не пытаются. Требуют единственного, чтобы скачков напряжения больше не было. Новую технику страшно включать в розетку. Есть и те, кто приобрел стабилизатор напряжения. Вот только чтобы его установить, люди ждут полгода. Ольга Максюшина, Владимир Вакулин. Новости. Такие проблемы в крае, к сожалению, не редкость. Как поясняют энергетики, в нашем регионе действует единый телефонный центр, куда можно позвонить и сообщить о трудностях в электроснабжении. Телефон службы 8 800 1380.